Загадочное озеро Титикака, Тайны Мира К счастью или к сожалению, но еще есть места планеты, которые окружают завеса тайны. Например, Титикака, красивейшее озеро, известное людям уже много тысячелетий. О нем сложены многочисленные легенды и мифы, но до сих пор оно хранит тайны, которые не в силах разгадать современные ученые. Как соленое озеро оказалось высоко в горах? Каким образом в нем прижились морские обитатели из Тихого океана? Кто построил древние сооружения, расположенные на его берегах? И зачем от одного из них идет дорога, уходящая вглубь озера и ведущая к руинам древнего храма, найденного недавно учеными? Вопросов много, а ответов практически нет. Специалисты, конечно же, выдвигают массу гипотез, но ни одна из них не может дать полной картины, произошедшего много миллионов лет назад. Название Титикака состоит из двух слов, в переводе с языка живших здесь древних индейцев, означающих Тити, Пума, Кака, Скала. И в самом теле, если посмотреть на озеро с большой высоты, его форма напоминает силуэт Пумы. Озеро находится между двух высоких горных хребтов Ант, на высоте почти 4000 метров над уровнем моря, на границе Перу и Боливии. Оно состоит из двух больших частей, соединенных узким проливом. На его поверхности есть 41 остров. Ученые выяснили, что много тысячелетий назад озеро было заливом и находилось много ниже, чем сейчас, а на его берегу стоял город Тиагу-Ванака. Затем произошли какие-то катаклизмы, приведшие к мощным подвижкам в земной коре. В итоге залив поднялся с горными хребтами почти на 4-х километровую высоту и образовалось высокогорное соленое озеро с обитавшими в нем морскими животными. А город сместился в сторону. В развалинах Тиагу-Ванака учеными обнаружены останки людей и животных в перемешку с инструментами, посудой и другим домашним скарбом. Исследователи сделали вывод, что всему виной какая-то внешняя сила, все перемешавшая в один момент. Скорее всего, это мощное наводнение, случившееся после тектонического сдвига. Эту версию подтверждают древние мифы, рассказывающие о страшном наводнении. Например, у инков была легенда, рассказывающая об ужасной катастрофе, в результате которой произошло огромное наводнение. Пришли тьма и холод, а человечество почти исчезло. И тут из глубин озера Титикака вышел Виракоча, божество, сотворившее мир. Он повелел взойти луне и солнцу, и они появились из островов, расположенных посреди озера, а также заново создал мужчину и женщину. Инки всегда считали озеро и его окрестности священными, возводили здесь храмы и поклонялись в них божествам. Согласно одной из легенд, под толщей вод Титикака был город Ванаку, в котором инки хранили свое золото, чтобы оно не попало в руки испанским конкистадорам. На этом у нас все, с вами был профессор Гуглов, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok